приветствую уважаемые подписчики и зрители моего канала тут вот что я хотел вам рассказать прямо у меня даже предчувствие что что-то у меня выходит с блоком автоматики по порядку вчера если кто смотрел мое видео надо эти тряпки выкинуть очень сильно воняет керосина я вчера перед уходом домой забил сюда тряпок ну вот в блок сюда 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 рядом на видео показывал блин на улицу что ли пойти выкинуть прямо ну ладно а утром просыпаюсь сегодня сейчас у нас 730 я стал где-то около семи и ниже не терпится так как у меня рабочее место работа находится в одном подъезде даже больше скажу на одной площадке мне только из одной квартиры выйти перейти площадку и зайти в другую вот я уже и на работе не надо гараж идти машину там зоне ладно сейчас не об этом вот изъял я эти тряпочки и сейчас вот просто так предварительно щелкаю сейчас щелкало в блоке автоматики это прям не душу греет эти щелчки обозначают что сегменты начинают включаться включаться в работу как вот вчера вы смотрели видео если по тому светленького келлер он очень хорошем состоянии у него при переключении режимов первый щелчок это значит стали на место сегменты и начинается рабочий ход сегменты там ну на свое место становится это нормально щелчки и вот здесь тоже щелчки появились это о чем-то говорит но сейчас мне нужно перебрать тур вчерашний потому что он пыль веков всего стряхнуть 30 лет стоял надо вскрыть его щеточки вы щеточки можно не смотреть они не это просто чисто до подшипничка добраться и может быть посмотрит надо открыть все таки это не та система которую можно добраться не скрывая но это не долго это и вот здесь вот здесь бывает такая несправность вот именно у таких машинок у чайки это это чисто чайка вот бывает раз и такой хвостик сантиметровый остается ну кто на чайках шил знает это бывало такое вот и недавно в интернете я увидел я не знаю что она засчитался человек один ноу-хау сказал то я приду вот он советует при такой же неисправности я прям очень посмешила но так как я смотрю это с чужого компьютера там на работе он служебные там я естественно не зарегистрировал я не мог оставить свою свою гневная реплику свою ну как это я не знаю сам ли он это придумал не сам ли ну чей вот воспаленный мозг вот этого надо заправлять не вот так не вот так не знаю видно во мне может кто-то видел не надо так делать вот как положено чтоб ниточка вот так ходит все это же не просто так вот такая прорезь он говорит да вы чё ребят тут все все ура я придумал я не знаю получится так заправить или нет вот 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 за вот этот усик верхний верхний и все нитка пойдет вот так уже у вас и все и все обрывы все обрывы истранены зачем это дураки механики дебилы зачем они там что-то добавляют вот все вот так заправил и ты счастлив ему там в ладоши хлопают кричат ах прожили 50 лет и не знаем спасибо тебе добрый молодец зажиматься не буду тебя строчки не будет вообще никакой ну возможно обрывов не будет и строчки тоже вот так вот не надо вот этих вот всяких кулибин их доморощенных экспертов диванных интернет не надо вот этого там дизлайков столько стоит жалею что я был а потом я приехал домой я не мог найти его нам удалили не знаю вот это не надо верить интернет так же как и зюзину про зюзину отдельная тема я потом расскажу потому что тут мелькала что кто-то ссылался на него и вообще всерьез не надо воспринимать это какой-то там я не знаю в 90-х годах всех издавали там денег дал малей решил бабла срубить по легкому как говорится я сомневаюсь очень сильно сомневаюсь что вообще какое-то отношение имеет швейным машинам вот советское время его даже на пушечный выстрел не подпустили у него откровенно вредительские советы именно не то что он чушь пишет а именно вредительстве что может навредить машинке или сломать и и вот я честно уговорю я пытался это странице 2 в этом в электронном виде меня хватило только я не смог дальше читать эту откровенную чушь на барахолке смотрю может это попадется книжка купить ее чисто а на авито меня вообще умиляет цены за вот эту ерунду мягко говоря я хотел по-другому сказать но не будут полторы тысячи я встречал 700 рублей полторы тысячи ему цена я не знаю нисколько 0 копеек вот как-то так ну ладно что-то я отвлекся так сейчас я займусь туром потом поставлю и покажу добавлю хода покажу как устранять вот эту неисправность правильно устранять причем так ну тут девственность конечно же тут стоит пломба 90-ый год 10 месяца октябрь прямо в юбилей 10 месяц 90-ого 30 лет мотору всего лишь ну 30 лет он стоял а вот здесь я совсем не понял что в 90-е годы у поляков тоже разгул бракоделия вот смотрите как стояла вот и какая-то бумажка посередине вот эти шайбочки должны стоять по одной на каждой стороне стояли вот на одной вот видите они склеились и между ними какая-то еще одна вырезанная причем мотор это вскрывали что ли я не верю чтобы на заводе вот так сделали кривую какую-то прокладку из какого-то полиэтилена там не знаю с чего может ну нет его не вскрывали я же при вас пломбу четыре винта открутили вот так вот перевернуть его надо все и он у вас в руках вот тут все чистенько нет все таки видимо он работал что-то шили на этой машинке потому что щетки даже смотреть не буду я просто-напросто сейчас спиртиком вот она черноту это убрать вот этой палочкой ватной пройтись прямо не торопясь вот она чернота да там хватает черноты чтобы она была медного цвета не черного а медного но в принципе я че я показывал это уже может кто-то не смотрел и потом потом по капельке масла вот сюда вот во втулочке они должны разойтись сюда и в переднюю втулочку можно добраться шприцом мере в масленку приделал иголку так но это я поставлю соответственно правильно вот это вот я беру прокладку ли они выравнили не знаете что хотели этим а может китайскую машинку что-нибудь там с креплением китайские за может я заря грешу на этих самых поляков ну я не верю что вот эту коррелую вырезали это наверно уже когда ставили туры эти вот это похоже на китайская китайский рационализатор какой-то наверно ему и они 5 наверно заплатили за это за эту рацуху да мы поляки не могли так собрать на заводе это я не верю вот так доложено шайба шайба все и более ничего тут как раз вот повод будет показать что тур 2 встает идеально в эту машинку как в остальные другие потому что вот в литье есть вот специальные отливки под крепление вот точно так же здесь и на тут вставляешь вот она встает идеально все крепишь как он может не подойти я не понимаю вот все он встал он дома вот все параллельно стоит корпусу машинки вот откуда у меня останутся добрые слова вот к этим продавцам консультантам я еще у нее спросил у этой курицы мне нужен 115 ремешок на для машинки но она не знает что такое машинка тупорывая откуда вы взяли с улицы что ли она не продала на 17 это вот 117 именно я умерю сейчас были вот как как их не материть этих куриц тупорылых вот 17 это наверлок идет вот у меня хорошо старый был вот сейчас он подойдет как то так вот извините ну когда человек не на своем месте еще там умершего вчера я когда мотор принес там какая-то это электрики я не знаю кто миска электрик должен проверить вышла какая-то тетя включила что не хотите менять его на такой же что менять давай деньги и все и это будет мой на первый и последний опыт покупки ваших нынешних китайцев хотя вот я уже лет 15 не покупал их они были отличные стоил 390 рублей реостатный не такой вот это с конечником там включил выключил все там не горе бы это не регулируется он просто включился и выключил франа якобы спираль какая-то стоит она ведь они все такие успокоилась спасибо мне не надо всех таких отдайте деньги и все со скрипом ну отдали вот и ремень ремень вот это не 115 117 и он большой для машинку на верлок пойдет я не спорю там другие другое расстояние что такое что такое то везде так боюсь сглазить но мне кажется что вот это керосиновая баня в течение 12 часов она помогла потому как игла бегает она вообще у меня не бегала вот сейчас включил что я вчера пытался ли позавчера многоукольный зигзаг вот игла прям бегает вон она все работает крутится механизм а то он это что-то какие-то потуги были вот она бегает 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 иголочка прямо ну ладно все это теория сейчас мы на практике посмотрим сейчас гутерман заправлю натяжение все а на я же обещал показать как устранить обрыв нитки сейчас минуту а мне тут и не надо ничего регулировать потому что это келлер они чайка 142 это чайка станет неисправность у них там тут у меня и вот что было я при сборке плохо закрутил вот эту вот этот винт отсоединял который крепит шатун вот я сейчас затянул все у меня ходила ходила вот это вот двигатель челнока прямо ходу но сейчас допустим учу чуточный зазорчик ну ладно уж пользуясь случаем расскажу как устранять вот вот так не надо нитку заправлять вот тут тоже ходит нитка чё только на вот здесь должна ходить и через пружину вот она тут вообще я не знаю ладно не будем о плохом давайте о хорошем лучше так заправляем как положено естественно так вот она все бывает что вот но это в чайках только в чайках я встречал больше нигде вот сантим остался это хода не хватает и нитка рвется вот об это место вот об этой крылышке устраняется вообще легким движением вот здесь есть регулировочный винт его ослабляешь берешь пассатижики ну это включайте в это и не надо это делать это пользуясь случаем вот так держишь вал ослабил и чуть-чуть чуть-чуть там градус может быть чуть-чуть добавил хода все больше не будет этих обрывов но никак не вот сюда нитку отсюда выводить вредительские советы вернусь к туру чем он еще хорош что штатную подсветку это обрезаешь она у меня была залужены провода я залудил и подключаешь вот эти два тут видно винты где это винты это крепятся проводки подсветки залудил аккуратно туда завел закрутил и все и не надо этих провода тянуть там отдельно хороший мотор функционально тут проблематично попасть сделано по-дурацки что приходится она еще падает эти зажимы но надо концы проводов хорошо облудить чтобы они были я вот облудил у меня стоял тут давно уж я подготовил ну все провода спрятаны ничего не видно все аккуратно можно приступать испытанием ходовым